да да это наш завтрак проходил брать медвежонок рядом с нашим скажем так табором испытано на себе якутии можно на легальном уровне ловить осетра и сейчас мы как раз находимся в организации которая выдает на это в путевке пойдем испытано на себе так мы сейчас находимся в якутском филиале глав рыбвода подскажите нам пожалуйста мы вот собираемся с друзьями поехать поселок сангар на реке елена половине сетра и из массовой информации узнали что именно здесь можно приобрести путевку вот на вывод данной породы при этом есть у нас такие размышления что у нас сетра сам по себе в красной книге но при этом его вроде как можно действительно актуальная информация это актуальная информация вы можете приобрести именно и разные путевки на полога сетра сам по себе осетр это благородная рыба он относится к ценным видам рыб а по поводу именно красной книги да он действительно занесен в красную книгу Российской Федерации но в нашей республике по сей посырьме реки Лена можно еще было обновлять то есть получается у вас есть еще какие то другие участки да у нас несколько участков всего за якутским филиалом в углах закреплено 19 рыболовных участков на реке Лена их всего 13 от Алёпинского района до Кобейского на реке Вилюй три участка а также три участка на реке Алтана вылавливать осетра можно вперед от расправления до доли встава на реке Лена и Вилюй вылавливать можно крючковыми снастями круглоперечными а ну то есть мы сейчас вот поедем на дунасангары мы в принципе попадаем в разрешенный период да так как это круглоперечный а вот по поводу сказали крючковыми снастями при приобретении путевки там есть какие-то особенности да то есть вот именно нужно крючковыми снастями и и по поводу вообще есть какие-то ограничения там в размерах промысловый размер сибирского ситра должен быть не менее 62 сантиметров измеряется он от верхушки рыла до основания хвоста не считая плывник можно использовать закидушки длина лески которая должна быть не более 50 метров на одной закидушке должно быть не более трех крючков можно использовать не более пяти закидушек с общим количеством крючков не более десяти штуки в общем не должно быть десяти крючков и при этом на одной закидушки должно быть максимум три да если вы используете одну закидушку то три крючка а по поводу штрафов то есть если я допустим без путевки поэтому что то есть штраф да конечно штраф за незаконный вылов сибирского ситра не маленький более 160 тысяч за один экземпляр если попадется экземпляр меньшего размера вот я же говорила что должно быть размером не менее 62 сантиметров то маленькие экземпляры выпускаются в зависимости от среды питания то есть если он попался он не соответствует требованиям его нет и по поводу приобретения путевок вот у меня просто ну такой вопрос в плане их только здесь можно пропустить или еще где-то на календаршвили 5 в трех филиалах магазина рыболов а также у распространителей в местах где находятся рыболовные участки по самим районам тоже можно приобретать все ясно ну хорошо я бы хотел тогда приобрести путевку возможно это сделать и что требуется возможно с вас требуется паспорт и дата определенная дата с какого будем считать срок путевки оно на 10 дней дается оно дается на 10 дней вы помимо путевки набулов асетра можете еще приобрести набулов нейма и набулов сетными орудиями нового а по поводу сетных орудий это вот как раз через регистрацию да если у вас есть сеть но они не зарегистрированы вам нужно написать заявление а так мы можем вам сейчас выдать преминые номера а можно даже в преминые номера да ну мы наверное заморачиваться не будем по сетям попробуем по вашим рекомендациям поварить на закидушки и ну будем пытаться помать большой экземпляр давайте начнем подготовку так а по поводу оплаты каким образом оплата происходит оплату можете сделать по терминалу картой либо по QR-коду одна путевка стоит 1100 рублей набула по сетра и вот сроком на 10 дней получается ну хорошо давайте тогда оформим я сейчас тогда оплачу и поеду в дорогу собираться помимо реализации именно фразовых путевок якутский филиант фукбукла фруквод занимается искусственным воспроизводством водно-биологических ресурсов на сегодняшний день в селе Улаханан есть инкубационный цех где выращивается щука и сибирский осел спасибо большое пожалуйста не хвастанете в шуи получил путевочку именную поехал рыбачить дополнительно с актуальной информацией с картосхемами рыболовных участков и со списком распространителей и их адресами вы можете ознакомиться на нашем сайте якутрв.рн испытано на себе итак дорогие друзья мы наконец-то в августе добрались до села булус тюбинский наслед сейчас поедем с моим другом артемом до сангар будем там рыбачить спиннинговать в целом я бы хотел вам сказать что уже началась движуха осенней рыбалки на тюбя вот на спуске ну все знаете наверное спуск этот машин больше чем на 202 микрорайоне приехало наше такси и мы вот сейчас именно на данном транспорте собираемся ехать в сангаре наш путь лежал из села булус до поселка сангар на комфортном виде транспорта соответствующим названием лимузин общая протяженность дороги составила 150 километров по реке лена время в пути примерно три часа погода была ясной без штормовых предупреждений поэтому мы дошли до пункта назначения с комфортом и в соответствии с установленным графиком и испытано на себе и и и на этом путешествие по реке не закончено в поселке сангар мы пересели на моторную лодку нашего друга Ивана и с ветерком помчались непосредственно на рыбалку в этом промежутке пути восприятие времени сжимается вследствие аттрактивных видов пейзажа предстающих перед путешественником в виде широкой необъятной реки крутых берегов отличающейся растительности ну и конечно прекрасным видом гор верхоянского хребта испытано на себе мы находимся чуть ниже с ангар и посмотрев карту ну яндекс карту да то есть мы определили что мы находимся у подножья начала верхоянского хребта а так судя по карте мы в 20-25 километрах от устья Вилюя Вилюй получается у нас находится вон в том тумане мы сейчас поднимаемся в нашу избу а изба довольно таки скрытно находится и после весеннего паводка тут немножко проблематично с дорогой мы поставили меточки нам отбивает вход вход вот он вот вот тут как видите завалы это все весенним паводком притащила тут такой сложный заход проходим через препятствия тут уже накатанная тропиночка и по троподиночке комаров и всякой мошкары конечно очень много но все вот такой домик тарелочка dv plus заходим внутрь здесь у нас разделывательная по всей видимости ну как бы так веранда и вот сам домик тут по идее свет туда сюда все есть печка посуда кресло оттопчаны довольно уютный домик сделаны из кругляка испытано на себе и так дорогие друзья сегодня у нас первый день рыбалки немножко стихло мы находимся сейчас у подножья верхоянского хребта на реке лена чуть дальше с ангар ну как дальше не ниже по течению сейчас как раз вот ветер стих и можно спокойненько закидывать закидушки мы начнем стоять вот от этого мыса и он как вам объяснить то ближе к горе короче пойдем вот наш предмет лова орудие да получается лова называется закидушечка мы сейчас ее разматываем крючочки здоровые ну-ка покажи крючки крючок как крючок сейчас будем разматывать насаживать приманку и закидывать вон туда надо итак мы поставили первую закидушку и сейчас идем вниз по течению отсчитываем 100 шагов и ставим вторую закидушку тут на закидушках по 2 крючка иногда бывает по 3 но в нашем случае по 2 у нас тут командная работа артемка разматывает а я насаживаю наживку качестве приманки можно использовать обычного дождевого червя но в нашем случае был приобретен заранее червь дендробена который является более привлекательным на наш взгляд именно для осуществления лова на осетра у меня идет недокит поэтому артемка будет закидывать вместо меня это получается лучше после установки закидушек с приманками было решено проверить их только с утра спиннинговая рыбалка тоже была запланирована на следующий день и чтобы набраться сил и насыщенно провести следующий день этой ночью мы пошли спать раньше испытано на себе итак наступило утро и мы начинаем проверять наши закидушечки мы как истинные рыбаки всю ночь проспали и хорошо что ночью поставили закидушечки сейчас будем проверять что у нас на наших приманках мы проверили первую закидушку она пустая приманка на месте и перекит идет у артема сработала интуиция он закинул один буквально заброс и сразу же поймал щучку маленькая ну-ка артемка чё как ощущение совсем маленькая сама шва да ну давай по щучьему велению по моему хотенью зови свою маму папу артем проверяет очередную закидушку вроде бы говорит что есть натяжка но так не определить необходимо вытащить либо увидеть свечку что у нас у нас здесь сибирский осетр попадающий вот размеры соответствующей лицензии так этот осетр у нас пойдет на уху наверно либо пожарим ну-ка смотрим он конечно не прямо такой крупный да но соответствует требованиям вот так просто на верюшку ловим пойманный осетр сейчас мы его чтобы он оставался в живых посадим на тукан итак вот идет разделка пойманных осетров и вам сейчас покажет профессионально как это делается видишь шип головой вот продеваешь вот есть отверстие для жабры он продеваешь туда этот шип и так потом здесь хребет его и вот пошел по кругу вот чтобы жабры остались не обрезаешь вот до центрального ложка остается берешь пока хвост есть чтобы за него удобно держать было прорезая столько кожу вот под таким углом пытается не задеть зимы центр у него кожа очень грубо выкручиваешь не выкручиваешь вот так вместе с хвостом сразу дальше прибьет это мы все внутренности рыбы выкидываем воду вниз по течению чтобы все это ушло чтобы медведи не подошли испытано на себе так мы добрались до горной реки люн кубей которая находится ниже с ангаров но вниз по течению реки лена конечно и сейчас будем пробовать кидать спиннинг на буквально первом перекате на самом устье ну немножко покидаем уже закат этот может что попадется вода в принципе упала очень сильно ну именно в этой горной речке и есть такая теория что вся рыба скорее всего на устье спустилась вот будем пробовать вот мы идем на устье реки вот тут медвежонок с медведем с медведицей у нас ружья нет ничего страшного пойдем поспанингуем итак попался окунь так вот попался акушо сейчас его пытаемся отпустить покидав немного спиннинг отвели душу и своевременно на закате вернулись в поселок итак наш наши пойманные осетры в одном из них ну мы в общем говоря начали разделывать их и в одном из них обнаружено икорка сейчас будем доставать чистить солить смотрим специальная кастрюлька у нас из нержавейки поэтому чистим от крови да получается ну вообще режем под углом да как то получается так чтобы не затронуть визигу вот легким движением руки сейчас должна выйти вся визига по несколько раз не держишь за один проход потом здесь что просолилась скажи пожалуйста там иногда бы люди еще рассказывать что есть какой-то нерв между позвоночником вот его это он что этот и вот там говорят обязательно нужно убирать некоторые ли сейчас были щетку убирать мы были щетки вот ванны а как бы кровь вот которая была на позвонке она вместе с ним уходит готова так вот начался у нас процесс промывки то что нарезано калачиками вместе с визигой ложим в отдельную тару это пойдет на противень частичный с картошечкой будет жариться так вот соль принесли обычной щеточкой водички промывается это получается от всех внутренних вот от крови а кстати вот можешь рассказать немножко про защитный рефлекс по поводу слизи ты вот ну на рыбалке были ты говорил что осетр выпускает слизь как защитная реакция она то есть поддерживает важность как бы так получается вот таким кускам удобно то что их по пакетикам такой заморозил на раз себе вытащил и поел ну то есть получается сначала в кастрюлю немного соли до на дно сюда и растираешь ему чтобы вот он по всем эти туда прорезы засовываешь много да с улицу казаться потом ты же на утро промывать 12 часов а то есть начало солится 12 часов лежит и потом еще промывка дойдет а соль какая-то между крупную это просто с магазинами у кого только не видировано это присадок сейчас давлю чтобы она постояла в прохладном месте а ну вот так вот придавили и и и сразу ложим в холодильник так с рыбой мы разобрались и теперь осталась икра испытано на себе мы зашли в дом занесли с собой икру с помощью сетки мы ее отливаем от жира и от крови не смотри ты хотел посмотреть как что я буду с ней делать а это сеточка из чего зима это специально да это мелкая чем деле еще мельче но это была самая мелкая в магазине это сетка это вообще для чего изначально самодельная я не знаю для чего я бы мог купил в рублоне магазине так через сеть пропускаем и пленка все это дело все вот так вот остается вот у нас получилось 500 грамм ориентировочно с такого сетра и теперь солим черная ложечка например на это дело конкретно не знаю на литр знаешь испытано на себе у нас сегодня второй день наших посиделок с ангарах и мы сейчас заготавливаем дрова и собираемся разжигать мангал чтобы приготовить картошку в фольге ну и соответственно поесть нашего сетра и и и и и и и и и так ли сейчас получается поставили на мангал готовиться осетра когда не сейчас сами будем промывать рыбу которые вчера засолили Промываешь, не боишься, она своё взяла. Вот слизь, которая останется из чешуи. Берём прямо щёточкой и вот так вот интенсивно. Не стесняемся, ты ничего ему не сделаешь. Слизь, и сильно, конечно, не злораскиваем, а так, при делах родильного сорта ещё не будет. Итак, мы сейчас обматываем картошку в польге, несколько своё. Вот у нас получились два, как правильно сказать, две парки, да? Будем сейчас вложить их на угли. Так, у нас тут получается два вида осетра, сделанные на мангале с визигой, солёненький, уже порезанный. Ну и естественно, и корочка. У нас получается мастер-класс по намазыванию. Масло. 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 На хлеб. Масло. 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 Масло.